Привет всем! Меня зовут Элеонора и вы на моем канале. Это рубрика «Небанальные факты. Что это такое?» Это список самых разнообразных фактов, из которых именно вы выбираете, о чем мне снимать ролик. Факты обо мне. Вы тоже можете принять участие, выбрать какую-нибудь цифру. Для этого нужно лишь перейти в мое сообщество на YouTube-канале, найти этот пост с этими фактами и в комментариях написать любую цифру. Там их ого-го сколько! Сегодня у нас будет номер 79. Дети. Мне кажется, можно даже немножко переименовать, например, почему у нас нет детей или где мы их прячем, что их не видно. Скажу сразу, что у нас с Денисом нет никаких детей. Никаких, говорю лишь потому, что нет ни моих детей, ни его детей, ни наших общих. Пока не существует. Вообще скажу, что это вопрос вообще о детях. К нам с Денисом поступает, как вы можете себе представить, очень часто. Еще буквально год-полтора назад я бы сейчас рвала на себе волосы и кричала, как вы меня все достали, какая вам разница, почему у нас нет детей, и почему мы должны их заводить. Вообще это что прописано, когда человек рождается, что он дальше должен размножаться. Это где такое сказано? Ну короче, сейчас я уже подросла, мне уже 25, я уже остыла. И просто воспринимаю этот вопрос уже как бы нормально. От всех людей, кто хочет и не хочет. Единственное, что нам этот вопрос не задавали только наши родители. Вот серьезно. Задавали все, все, кто просто вообще хотел и не хотел. После Мастер-шефа так вообще у меня миллион вопросов, почему нет детей, так как вообще так. А вот наши родители, которые должны быть вроде как самые первые, кричать там мы хотим внуков, нам не задавали этот вопрос. Чему я, кстати, очень рада, благодарна, потому что если бы им еще приходилось отвечать, да, вот как бывает, люди рассказывают истории, что вот мама не может от меня встать, хочет внуков, там все дела. У нас, слава богу, с этим проблем вообще нет. Также у нас после того, как мы с Денисом тайно, кстати, поженились, у нас была тайная такая свадьба, так сказать. Ну никакой свадьбы не было, мы просто расписались. Ну просто, что все ждали, когда у меня начнет расти живот. А тем временем у нас четвертый код появляется. Все ждали, пока начнет расти живот. Ну как это так? Как это так, да? Ну, тайно поженились, фамилию во всех социальных сетях поменяла, а живот не растет. Короче, все ждали, ждали, заколебались ждать. Уже три года прошло, как бы живот все и не вырос. Также все очень ждали, когда начнет расти живот, когда я бросила пить. Ну, алкоголь перестала полностью употреблять, мне как-то это разонравилось делать, бухать, вот эти пьянки, гулянки нафиг, но надо. Бросила шпить. Ну как это так? Живот! Живот! Ждали живот, ждали живот. Вот в феврале, вы четыре года, как я не употребляю алкоголь, не вырос живот. Да шо ж такое, шо ж делать? Дальше. История такая смешная, я пока смешней в своей жизни еще как бы не слышала. Рассказывает мне моя знакомая, а ты беременна, да, как бы, ну, беременна? Я говорю, да не, а че, ну, че так подумала? То там у вас по улице говорят вроде, ты как беременна. Я говорю, у нас по улице. А мы как бы с соседями, ну, ни с кем не общаемся, у нас там есть знакомых парочку, но у нас нет такого, знаете, прям с соседями, там гости в другую руку ходим, у нас такого нет. Я говорю, в смысле? А при чем тут соседи вообще? Что, каким боком оказывается? У нас там возле ворот, возле, я же в частном доме, подъезд к воротам, ко двору, короче, там была такая какая-то месива, грязь, что-то непонятное, потому что у нас по улице на половине нет асфальта, я как раз в той части, где он заканчивается. Короче, вот такая какая-то месива была. И Денис там с кем-то договорился, нам привезли разный строительный мусор, и он хорошо там все разложил, утрамбовал, и сейчас там оно как-то так кусочками, мы еще там никакой грандиозный ремонт не делали, как-то оно там сложилось, утрамбовалось, вот уже несколько лет прошло, и оно вообще замечательно. Дожди, не дожди, у нас там нет ни грязи, ничего. И он, короче, занимался вот этим вот, да, просто облагораживал, так сказать, таким тем более дешевым способом, просто как бы двор, подъезд, чтобы машина могла подъехать, а не зарыться в грязь. И люди решили, что если мы вот это вот делаем, то это мы как бы наводим, как бы, порядок, да, а наводим порядок почему? Потому что будет свадьба, а свадьба почему? Потому что я беременна. Боже, я была в шоке, я ржала просто невероятно, я таких цепочек логических в своей жизни еще не встречала. Дальше слушаем. Я перед тем, как пойти на мастер-шеф, это был апрель девятнадцатого года, вот мы как-то с Денисом надумали, что, ну, пора, наверное, уже детей, а я же дама серьезная, я же думаю, надо все делать по-нормальному, по-хорошему, все, жениха нашла, от которого будем рожать, есть, план выполнила, ну, я же план создала себе, замуж вышла, все, и по закону все правильно, ребенок будет рожден в браке. Дальше, надо же, думаю, каких-то врачей попроходить, да, но чтобы все по-правильному, ну, там, женских всяких врачей, Дениса может куда-то отправить, гинеколог мне вообще сказал, что перед тем, как будете начинать, приди, я тебе какую-то там фолиевую кислоту, какие-то витаминки еще пропишу, будете пить вдвоем, ну, короче, на самом деле сейчас, да, такая экология, такое все, что лучше провериться перед тем, как делать детей, ну, согласитесь, это будет по-правильному, и я такой человек, чтобы делать все по-правильному. Я, короче, начала там ходить по врачам, говорю, апрель месяц, по врачам начала ходить, там, в Запорожье каким-то частным ездила, я больше люблю частных врачей, чем, где же в маленьком городке же, у нас нет такой прям, прям клиники капец-капец, у нас тут, наверное, одно-два УЗИ, очередь полгода. Ну, короче, я начала как бы готовиться к беременности, там, у меня Денис смеялся с меня, потому что я себе миллион врачей понапридумывала, даже зубника, потому что у меня был случай, что одна моя знакомая беременная пошла лечить зубы, ну, потому что, говорят, после беременности они вообще выпадают, ну, короче, ей там какие-то народные такие средства использовали, там, то мышьяк в зубы засунут, то еще что-то, не понимаю, зачем, не знаю, мне ни разу даже не вырывали зубы, я такая, как бы, здоровый такой, вроде как, на первый взгляд человек, и зубы у меня тоже вроде как нормальные. Ну, короче, что меня это как-то напрягло, думаю, блин, а если я вот, например, беременна, и мне мышьяк будет в рот засовывать, думаю, нафиг оно мне надо. Короче, я себе расписала вот такой вот список врачей, и смеялся, что пока я дойду от первого до последнего, у меня что-то заболит у первого, и я буду по кругу ходить, и у нас никогда детей не будет. Ну, короче, это вот, все было так смешно, смешно, прикольно. Короче, я даже марафон в инстаграме как-то назвала, Эля Бэйби Марафон, и рассказывала всем людям, какие цены сейчас вообще на врачей. Ну, такой, рассказывала о своем вот этом вот, как бы, что я детей, мы с мужем планируем, рассказывала, я такого не стесняюсь всего. Короче, рассказывала, да рассказывала, что пошла шанкету заполнять дома на мастер-шеф, заполнила, прошла на мастер-шеф, никому же об этом не рассказывала, потому что нельзя было. короче тут я резко пропадаю для людей моего маленького городка для всяких девушек тут людей короче я не знаю пропала да в Киеве где-то говорю что где-то работаю но что я буду говорить что я на мастер-шеф нельзя же говорить короче доносятся до меня слухи уже ж мои знакомые звонят тут родственники какие-то там все мои вот эти хейтеры подписчики в инстаграме это же сейчас у меня более тогда расширился круг у меня много теперь подписчиков с других стран других ребят а раньше же были в основном только пологовские короче все пологые гудилы Эля в больнице лечится от бесплодия и самое интересное что это много людей как-то такие сплетни разводила что доходило до моих родственников до моих бабушек мне бабушка звонит Эля а ты где там в больнице мне вот ходят тут ходят рассказывают я была в шоке я снимаю сториз где знаете при полном макияже это была как раз последняя неделя когда меня выгнали у меня там был очень красивый макияж как по мне прическа такая я была в юбочке в такой маечке вот это себя снимаю сториз говорю я похожа на больную что я лежу в больнице умираю друзья последний раз я вас прошу вернее это наверное не к друзьями обращаюсь к каким-то врагам пожалуйста посмотрите на мой внешний вид разве я могу лежать в больнице и где-то лечиться что-то такое делать перестаньте молоть ерунду ни в какой я не больнице ничего не лечусь я совершенно здоровый человек я похожа на больного человека по-моему нет на очень даже здорового такие сплетни раскрутили это ужас я рассказала Насте с которой жила с мастер-шефом она говорит Эля не переживай у меня там в городе где я живу тоже сейчас сплетничают говорят что я лежу в больнице на сохранении говорю Настенька так мы с тобой в одной больнице говорю я лечусь от бесплодия совет и на сохранении говорю все нормально поэтому знаете тема дети в нашей жизни с Денисом очень интересная особенно если мы начинаем рассказывать что-то о наших животных то все говорят пора уже не животных а детей заводить ну короче советы к нам к нашей семье лезут от всех людей которые хоть как-то относятся к нам и которые вообще к нам не относятся подведу просто итог всего этого скажу вам так я не беременна сейчас я никогда не была беременна я слава богу ничем не болею чем-то таким да мы Денисом нормальные обычные люди мы не дети ненавистники да что мы их не заводим как мне писали почему у вас нет детей просто какая-то посторонняя женщина привет почему у вас нет детей скажу ну нет пока что это обязательно условия для жизни мужчины и женщины вдвоем но это значит или вы их не любите или не хотите думаю ты в жопу какая-то вообще разница ну короче что много людей суют нос не в свое дело но я понимаю что на самом деле эта тема интересная как бы да люди живут вместе в браке почему нет детей потому что многие бывают женятся только по причине того что вот забеременели не всегда это бывает по залету как это в передачах водит на у 15 и у 16 бывает такое что люди живут и по 5 и по 10 лет вместе да и только после беременности женщины они идут там в загс да просто что по форме там документы чтобы у ребенка была одна фамилия например с родителями мы считаем просто что всему свое время в целом просто что вы тоже ничего не накручивали себе не придумывали как это любят делать у меня в городе ничем не больна ничем не страдает все нормально все хорошо с мужем тоже все прекрасно просто ну вот немножко попозже немножко попозже и все на ваш вопрос ответила вот такой вот не банальный факт обо мне о моей семье если вам понравилось то обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал красная кнопка подписаться под этим видео вы меня очень поддержите и всего вам самого хорошего не болейте пока ну до сих пор да ну с и